Рад всех приветствовать, дорогие братья и сёстры. Мне хотелось бы прочитать текст 2 Тимофея, 3 глава, 17 текст. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мне кажется, здесь немножко есть какой-то парадокс. Совершенный человек, он и так ко всему приготовлен. Ну, совершенно он знает всё, умеет всё, он совершенный человек. Почему ему нужно дело приготовить, этого совершенного человека? Я хотел бы поговорить о практической стороне нашей жизни, о нашей работе. Почему этот текст сделал? «Совершенный, да будет совершенный». То есть он будет возрождённый христианин, который будет способен делать добрые дела. Ко всякому доброму делу приготовлен. То есть бывает, что возрождённый человек, но дела делать добрые мы просто не умеем. И невоспитанный, и просто у нас не получается. Или мы только будем учиться. И поэтому я хотел бы для вас. Тема будет «Свидетельство мне поручили на рабочем месте». «Свидетельство на работе». Поэтому, конечно, у нас есть более пожилые здесь, которые уже, может быть, не работают. Вам будет не очень актуально это. А кто молодой, то послушайте и поразмышляйте вместе со мной. Значит, я хотел на три темы разбить, три аспекта. Первое – это мы работаем у неверующего работодателя, начальника или организации, или какая-то фирма. Второе – это мы работаем у верующего, верующая фирма, где верующие братья и сёстры. И третье – это где лучше работать, поразмышлять. Там или там. И плюсы, и минусы какие есть. То есть, если вы будете выбирать работу, вы можете тоже вместе со мной поразмышлять об этом. Если вы устроились в неверующую организацию, это первое. Допустим, какая-то компания или фирма. Знаете, есть Матфея 5.16. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Тогда светит свет ваш пред людьми». Интересно, вот свет, он должен через нас светиться. «А как? Чтобы они видели ваши добрые дела». Опять к добрым делам. И вообще много вы найдёте мест, где добрых дел. Я думал, давайте я поищу. Может быть, я найду в Библии, где кто работал. Ну, может быть, найду какой-то пример для себя. Думал, вот Авраам взять. Такое впечатление. Ну вот, у него же не было работы. Он же никуда не ходил. А потом поразмышлял. Вот смотрите, у него сколько было вооружённых людей. Сколько было мужчин и женщин. Это целое маленькое государство. А управлять таким государством – это вообще нужно огромную мудрость и много сил, и много работы. Кто-то кого-то там ударил, кто-то кого-то обидел. Все же люди. Это всегда же, да? Всё нужно было ему решать. Он был и судья, и прокурор, и правитель, и все он дела решал, и пищу назначал, и бухгалтер, всё-всё, это было всё. У него было очень много работы. И он был весьма благословен. И если дальше мы посмотрим, других возьмём. Мы найдём. И все работали. Единственное, я хотел вот Якова взять. Смотрите, помните, Яков, когда, ну, работал он за жён? Ладно, это мы упустим. Ну, просто он, у него рождались дети, и он уходил в поле утром и вечером возвращался. Храм у него был? Не было никакого. Собрания он никакие не ходил. Когда у него рождались дети, вот этот период после брака, после свадьбы, это весьма тяжёлый период у всех семей. И у меня был, и у вас, я думаю, тоже. Когда нужно будет думать о семье, когда рождаются дети, нужно жильё, нужно... И здесь возникает большая потребность в работе какой-то. И люди ищут в это время особенно работу. И вот смотрите, Яков, он уходил утром, и вечером уставший приходил. И он совершал эту работу. Поэтому оно всегда будет у нас. У всех, у братьев это будет так. Когда женился, он обычно уходит в работу, какое-то время поработает. И важно, чтобы он потом возвращался или так далеко не уходил в работу. Как-то совмещал со служением и служил Господу. Итак, мы пришли неверующим работать. Поступили. Значит, мы отдали свой диплом, нас поразмышляли, взяли. На что я хочу обратить внимание. Первое. Дисциплина. Никогда вас так не контролируют, как будут работать у неверующих. Вас будут контролировать, когда ты пришёл и когда ты ушёл. Нельзя опаздывать и нельзя уходить раньше. Есть временной график. И его нужно обязательно соблюдать. Вы приходите вовремя, уходите. Но самое важное – это полюбить всех и молиться за всех. Вот когда мы сюда ехали, мы так размышляли на эту тему, и сестра по дороге нам такую мысль сказала. У нас такая огромная душа, что она вмещает Бога. Вот подумайте такую мысль. Бог же великий и могущественный, какой Он большой, какой Он всезнающий. И у нас такая душа огромная, что она может вместить Бога. Вот с таким сердцем, с таким душой и идите на работу. Когда вы приходите, постарайтесь полюбить всех там окружающих, которые вы встретите. Сразу. Отнеситесь к ним с улыбкой, с добром, с большим. Понимаете, когда вы влюёте сначала коллектив, там есть сбитый коллектив. Всегда это такое. Есть в коллективе плохие люди, гнилые люди, нехорошие. Вы об этом ничего не знаете. Вы вливаетесь в этот коллектив и начинаете жизнь. Оказывайте всем приятное, должное встречу. Всем улыбайтесь, со всеми здоровайтесь. Постарайтесь узнать, как дела, и как-то ненавязчиво общайтесь. Нужно ли говорить сразу, что я верующий или нет? Это по расположению сердца каждого. Но я много слышал свидетельств, которые говорили наши братья в церквах, что сразу не сказали. И они говорят это в плюс. Почему? Сейчас немножко расскажу. Вот он пришёл работать на завод Сибит. Делать блоки Сибитные, такой строительные блоки, кирпичи. Он говорит, я устроился, я вообще не сказал, что я верующий. Я работал, работал, работал. Спустя два года, мне подходит и говорит, как хорошо, что ты не сказал, что ты верующий. У нас очень много было верующих. У нас были харизматы, какие-то яговисты. И все приходят, когда приходят, я верующий, я человек верующий, вот это мой коврик, я молюсь по вот этим часам. И начинает, понимаете, начинает условия двигать своим начальством. И они, их стесняет, их, ну что за человек, ну ладно верующий. Потом посмотрим, как ты ещё работаешь, что ты за человек. И если он ещё плохо работает, или ленится, как чаще всего, или не так хорошо работает, не с таким усердием, то у него будет минус на работе. И он будет не очень хорошо относиться. Но это верующий. На него положиться нельзя. Поэтому, если вы приходите, вы приходите на ихних условиях. И начинаете на ихних условиях работать. Вот смотрите, если вы начали работать, полюбили всех и полюбили работу. Помните, может быть, кто-то слушал рассказ Бойко. Ну я тоже, как деть Петя рассказывал. Я с детьми еду, включаю книгу. Включаешь книгу, и вот Бойко, свидетельство его. И вот он повествует, говорит, я пришёл, он уже на заводе работал, а потом его позвали в другую работу. Его позвали штукатурить. И потом штукатурит, говорит, я так и не любил эту работу. Она такая грязная, весь грязная. У меня, говорит, раствора больше на земле, чем, говорит, на стене. И я, говорит, мучился. И потом, говорит, понял, что-то не так. Я начал молиться, Господи, ну помоги мне полюбить эту работу. И, говорит, Бог стал давать. И у меня стало получаться. Я стал вообще хорошо, говорит, штукатурить. То есть, если вы пришли, и вам не нравится работа эта, первый вариант, попробуйте усердие приявить, помолитесь Господу. Если все-таки Он позволил вам работать там, у вас получится. Вы попробуйте, приявите все, что вы можете, помолитесь и делайте это усердно, и у вас это выйдет. Следующее, из этого вытекает. Постарайтесь быть лучшими. Не просто, чтобы она вас познавалась, но чтобы у вас очень хорошо, может быть, лучше всех получалось. И это вам будет в плюс. Будет в плюс. У нас, знаете, я когда устроился, если меня взять, то мы начали работать так, за деньги лет 14. Лет 14. И сначала мы ходили на базар, развозили товары. У нас такие, купили мы алюминиевые тележки, как сейчас помню, двойная. Она так ложилась и так вставала. И, в общем, мы ходили на базар. Там были ларьки, приезжали наши новосибирские на зелках, подвозили. Мы этот товар брали из больших машин, завозили в ларьки. И потом приезжали кемеровские покупатели. И у них ке. И мы ищем машины, кто ке. И где ке у них есть, ну, на номере, да, это всегда добрые люди. Ты к ним подходишь, вам что-нибудь привезти? Да, пойдем. И он меня с тобой берет, и ты идешь с ним по базару, и ты показываешь, здесь то продается, здесь то. И он тебе говорит, вот это бери, ну, груз, и ты везешь к нему машину. Сдаешь все, и он щедро платит. Кемеровские всегда щедро платили. Мы их так любили с тех пор. Вот. Ну, это потом время прошло быстро. И вставали в 6 часов утра. Мама говорит, слушай, как, говорит, мы спим с папой, говорит, как неохота. Встают, бренчат, бренчат, поехали, говорит, на базар. Знаете, я так думаю, я бы своих детей сейчас не отправил. В 6 часов утра куда-то идти на базар. Там же чужие люди, знаете. Но тогда было время другое. Тогда было проще все. А потом мы работали на бензоколонке, заправляли машины. Тоже долгое время. Все 4 брата мы все работали. И в день приносишь полный карманный денег. Мы на стол ложили. Папа считал. Все пересчитал. Записывал. У тебя столько, у тебя столько. И мы посчитали, за неделю мы зарабатывали новую машину. На Жигули в смысле. На Жигули в то время. Папа говорит, ну вот теперь вы заработали на Жигули. Ну много зарабатывали. Все это деньги давали папе. Будет время. Купим что-нибудь. И вот перед школой, я помню, купил себе кожаную куртку и кроссовки Adidas. Купил на эти деньги. Ну просто я понимаю, что работаем мы с раннего возраста. Ну теперь я отучился потом уже на врача. У меня своя практика. И там еще есть пару фильм таких вспомогательных. Ну то есть работать, и мы сами уже как работодатели, и ты примерно понимаешь как и что. И вот я вернусь к тому вопросу, который начал. Быть лучшими. И вот начал в поликлинике работать. Работаем все. У нас конкурс. Конкурс эндодонтистов. Знаете, это вот зуб, и вот каналы прочистить, нерв убить, обработать и запланировать. Всю работу провести и конкурс среди врачей. Надо поучаствовать. И в общем, я говорю, я участвую, Ольга Александровна. Хорошо. И пациентку назначил, значит, в конкурсе пациент не платит. Всегда. Если конкурс, пациент ничего не платит. Деньги. Все. Вот мы начали конкурс среди всех врачей. Ну конечно же, мы же баптисты. Я молюсь, Господи, помоги выиграть. Прихожу и действительно выиграл. Я не приходил, на следующий день не прихожу, а я не знал результата. Я сел, работаю, им подходят, все поздравляют, зашла заведующая, значит, диплом вручила. Подарили мне там поездку к профессору немецкому, германскому, он приезжал. И в общем, отучиться. Но для чего это? Вот скажешь, не надо. Не надо быть лучшим. Если вы христианин, если вы верующий, постарайтесь сделать, чтобы ваша работа была отличная, чтобы вас заметили, понимаете? Вот когда вы начинаете работать, ну, для чего это надо? Во-первых, с вами потом будут считаться, они будут смотреть на вас, и вы будете им симпатизировать. Как понять? Ну, вы будете им нравиться, что ли, вот врачам, коллегам остальным. Они будут прислушиваться к вашему мнению, что вы скажете. И когда вот начали работать, регистратура по-другому к тебе сразу относится. Они как бы стараются к тебе, пациентов получше, платежеспособных дать, чтобы ты, или каких-то сложных пациентов тоже всех считают, постараются тебе дать. Ну, ты уже какой-то контакт у них. Они знают, что ты верующий. Знают. И ты с ними беседуешь. Ну, это я попозже расскажу. То есть, быть лучшим, постарайтесь. Ладно, вот что-нибудь сделайте, все усилия, и если вас что-то просят, делайте чуть-чуть побольше. Ну, не меньше, ни в коем случае. Так, или чуть-чуть побольше, чтобы начальство у вас хорошо относилось. Третье, это внимательным быть. То есть, если вы видите, вот смотрите, идет фирма, вы работаете, видите, что-то можно улучшить, вот что-то сделать лучше, ну, или грамотнее продумать, или удобнее, вы обязательно скажите начальству. Заведующий обязательно скажите. Если у вас просто есть мысль, скажите об этом. Помните, когда Иосиф пришел к фараону? Что он сказал? Он им разгадал сны, а потом говорит, но, если у вас какой-то есть человек, вы его поставьте, чтобы он скупал, вот сейчас это все жзерно быстренько за вот эти годы, а потом будете продавать. Он весь ему бизнес-план рассказал фараону. Фараон, ну надо же, ну где же мы найдем такого человека? Понимаете? Ну, ему Бог открыл сон, но мудрость-то у Иосифа была, и он это применил обязательно на практике. То есть, если у вас есть какая-то мудрость, Бог вам послал в работе, обязательно это примените. Скажите, и будет благословение от этого. Вас будут за это уважать, как христианина. Стараться иметь мир со всеми и святость. Это Евреям 12-14. Знаете, когда вы придете на работу, у вас обязательно будут конфликты. Есть люди конфликтные, которые этого ищут, и они будут вам гадить специально. Ну, специально будут вас выводить на культацию, либо вывести вас из-за равновесия. Это будет им приятно, а вам будет неприятно. Старайтесь иметь мир со всеми, абсолютно. независимо, кто он, старший или младший. Совсем ко всему относиться с уважением, с пониманием к человеку. Следующее я хотел бы пометить. Защищать начальство. Знаете, когда вот в большой коллективе работаешь, всегда есть негатив на начальников. Всегда. И они начинают это обсуждать. И вот начинают говорить, говорить. я всегда разрешал. И я не согласен. Почему? Да он нормальный мужик, я говорю, он нормальный мужик, главврач. Он хороший, понимаете, вы встаньте на его место, попробуйте. Знаете, они что думают? Они думают, что ты его протеже. То есть, это тебе специально. Он, главврач, поставил тебя, и тебя он за это вот так вот он держит. Пускай они хоть что думают. Но в этот момент, надо сказать, я говорю, написано, значальствующего не злословь в Библии. Это точка. Может быть, вы даже будете апеллировать этим. То есть, они скажут, ну да, понятно, тебе в Библии написано, ты, понятно, прикрываешь Словом Божьем, но ты вроде не такой. Нет. Вы должны сказать, начальству не злословь. И все. И они это убирают. И это, это, знаете, не в духе, а в каком-то подсознании передается. И до начальства начальство знает потом. Он все равно знает. Он чувствует это вот. Кто к нему плохо относится, кто хорошо. Это все передается. Молиться о нем и переживать. Потом еще хотел выразить быть благодарным. Вы простите, что я только на своем примере, но просто у меня нет других примеров. Я вот, которые есть, я расскажу. Быть благодарными, да? Однажды он купил нам наконечники. Опять тот же начальник, наш главврач. Купил наконечники такие. Знаете, фирма есть, вот как Мерседес и плохая. Он купил самые хорошие, дорогие наконечники, кавовские, германские. Вот. Но не стоили тогда в то время 18-19 тысяч один. Он купил на все отделение и мне, и всем. Я, знаешь, сижу, я так и думаю, давайте напишем благодарство на письмо. Они на меня смотрят. Ты что? Я говорю, смотри, ну, благодарство напишем ему, Анатолий Ильич, благодарим вас за то, что вы купили наконечники и подпишемся каждый. Они вообще, они, во-первых, молчат. Говорят, да он должен был это сделать. Это же его клиника, это же его инвентарь. Я говорю, должен был, но есть же наконечники за 2 тысячи, казанские или серпуховские, русские наши, а есть за 18. Он почему-то купил за 18 тысяч. Не понимает. Вообще, я к одному, второму, третьему, даже заведующего не поняла. Ну, думаю, ладно, значит, я что-то другое делаю. Потом я встречаю его в подвале как-то. Анатолий Ильич его. Он проходит меня, Анатолий Ильич, я хотел вам сказать благодарность. Спасибо. Он говорит, за что? Что, опешивал, за что? Я говорю, вы же купили наконечники нам на телене. И у меня 2 наконечника. Он такой, да, я тебя обниму. Обнимает меня по-отцовски, прижимает, говорит, такой радостный, знаете, такие глаза у него были. Ну, это просто охота, приятно делать вот так вот человеку. Потому что у тебя в итоге радость появляется от этого. Потому что ты исполняешь как бы Слово Божие. Нужно ли говорить? Вот. Вот это самое главное. На что я закончу хочу с неверующей организацией. Вот смотрите. В Римлянам, 10 главе, недавно я со всеми прочитал текст, недели две назад. 10 глава, 13 текст, по-моему. Если исповедуете устами Иисуса Господа, там дальше, кто спасетесь. Если исповедуете устами Иисуса Господа, ну, Иисуса, то есть говорите слово Иисус, Христос, говорите устами. И я понял свою ошибку. Братья и сестры, понял свою ошибку. Вот смотрите. Когда мы приходим на работать, вы, ну да, я верующий. Ну, я там, понятно, вы там нигде не участвует, никуда не ходите. Я верующий. И они начинают. А что тебе можно? А что тебе нельзя? А как ты детей воспитываешь? Как вы семейный брак решаете? Кстати, это все было тогда. Я семейный вопрос решал, все там, в той поликлинике. Но просто получается, они все начинают узнавать, понимаете? И вы все говорите, все вокруг да около, а Христе слово, получается, не звучит. И я понял свою ошибку. Я так вспоминаю, ну, может быть, человеком троим или четверим, в смысле, врачам. Я лично говорил о Христе. Да, что вы верующий. И вы начинаете, что вы верующий. Все это о вас, о вашей жизни. Об Иисусе Христе ничего не говорите, потому что, как будто, ну, что говорить о Христе? Ну, все же вроде верующие. Это самое главное. И вы это упускаете. Вы упускаете. Постарайтесь это не делать. Вот недавно я тоже летал там на учебу. И приехали, значит, за границей преподаватели. У них вечерний ужин, значит, с преподавателями. И я думаю, испробую. Ну, и до этого испробовал, и думаю, сейчас испробую. Слово о Христе поразительную силу имеет. И вот мы собрались, вот они там встали, тосты говорят, я там сижу вдалеке, не встаю с ними. А тут, которыми мы познакомились, уже друзья. Рома там говорит, Павречен, ты как, вообще, ни-ни? Я говорю, вообще ни-ни. Да? Ну, понял. Он говорит, бывает, я говорю, бывает. Потом он говорит, это, ну, у них продолжение идет, мы поели, а там так интересно, они сначала дают салаты, и потом второе ждешь. Время проходит, второго нет. Ну, я по еде. Я позвал официанта, можно второе накрыть? Они мне накрыли одному, и я ем, сижу. Он потом говорит, слушай, а мне вопрос тебе, я говорю, какой? А вот в церкви вы уже пьете вино. И я думаю, вот это момент. Я говорю, знаете, в церкви мы размышляем о крови Иисуса Христа. Знаете, вот когда я это говорил, во мне какой-то, знаете, как дрожь по всему телу, и такая сила, и он служит для меня, а потом замолчал, и сидел, 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 ну, понятно. Коротко сказал, но именно Иисус Христос надо сказать. В кого ты веруешь? Веру в Иисуса Христа. Да, я Иисусу служу. Вот это я упускал, понимаете, вот это упускал. Это вообще большой минус. То есть, если мы говорим верующим, мы должны пояснить, рассказать, ну, сразу в беседе постараться, и об этом постоянно говорить, об Иисусе именно. Ну, вот теперь работа у верующих, у верующего директора, в верующей организации. Это вообще сложная тема. Два раза сложнее, чем первая. Вы знаете, вот почему говорят, верующего не бить на работу. С верующими не возьми. Вот почему так говорят? Потому что мы не исполняем Слово Божие, братья и сестры. Вот откровенно скажу, не исполняем Слово Божие. Вот здесь написано в 1 Тимофея 6 глава. «Рабы должны почитать Господь своих достойными всякой чести. Те, у которых господа верующие, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что, чтобы не было хулы на имя Божие и на учение». Знаете, приходит бабушка, тетя Ирма, лечиться. И села в коридоре, она тяжело больная. Тяжело больная. Но она очень хорошо выглядит такая, беленькая, аккуратно все, она чистенькая такая. Из Германии приехала она. Ну, живет уже здесь, в России. И вот пришла лечиться она. И я выхожу с ней, она сидит. Я говорю, давайте я вам бахилы одену. Вот неверующие это вообще понять не могут. Знаете, нет, я не каждому пациенту одеваю бахилы. Поверьте. И пожилым тоже. Но это единственный случай был. Почему, не знаю. У меня возникло... А, нет, не единственный. Там еще было. Было случай. Вот. И я выхожу в коридор, тут же люди все сидят. Они же видят, что ты врач, у тебя бейджики, все, и ты одеваешь ей бахилы. Это вообще непонятно миру. Просто непонятно. Но самое непонятное это моим рабочим, остальным коллегам. Они все сидят, отвернулись молча. И все. И никто даже вопрос не задал, никакого. И потом спрашивают, а кто это был? Через время просто, кто это был? Это наша с церкви. И теперь только мне недавно открылось. Смотрите, получается, вот я работаю, да? Кто здесь господин и кто раб? Господин, кто платит деньги? Кто платит деньги, тот заказывает музыку, да? Вот она, бабушка, пришла, она легла у нас лечиться, она платит мне деньги, я исполнитель. И я делаю то, что она говорит, правильно или нет? Я же, получается, у нее, ну, раб, почему Бог написал так? Потому что в Новом Завете ну, вот эти, трудового же кодекса никакого не было. Это социальное положение. То есть один работодатель, а второй служащий, у него работник. И я, получается, у этой бабушки, у верующего человека, я служу. Понимаете? Поняли, да, смысл? Вот она же, она же мне деньги платит. Вот я на нее работаю. Вот эти 30 минут или 40. И вот я ей бахил одел, отличил ее, отпустил. И потом думаю, вот если бы я так относился к каждому верующему, понимаете, какое бы было бы прославление Бога вот вокруг у других врачей и у других вот медсестер. Вы поняли, да, в суть, в чем смысл? То есть, если мы это не исполняем, то все плохо. Наоборот, поношение у людей. Вы же все знаете, как бывает, если вот верующие работают. Все знаете. Я много раз нанимал и много у меня вопросов. Первое, дисциплина. Если вы устроились в верующую организацию. Дисциплина и дисциплина и дисциплина и еще раз дисциплина. Она страдает всегда у верующего. Потому что он знает, что начальство у него верующее. Ему утром надо помолиться. Ему утром надо еще почитать. Это же время. Он может опоздать чуть-чуть. Но я задержался сегодня. У меня такая тема. Вечером он может уйти раньше. Почему? Ну, потому что мне надо на молодежном. Мне нужно на молодежном быть. Ну, сам понимаешь. Я же человек верующий. Вот эти часы недоработанные, это расколаживает абсолютно. У вас нету какого-то контроля. Нет дисциплины. И это плохо. В жизни потом будет то, чем вам плохо. И зарабатывать, и все остальное. То есть, и отношения будут меняться в братстве. То есть, если вы устроились на работу, вот вам сказано, сколько часов быть. Постарайтесь быть. Вас будет за это верующий брат очень уважать. Очень уважать будет. Вот честно. Он просто будет вас ну ценить. Если вы будете усердно, нормально, не лениться работать. Просто работать. кому благовествовать, когда вы устроились в верующую организацию? Все верующие, все друг друга знают, кому говорить о Христе. Как вот свидетельство на этой работе? Ну, мы же должны, да? Здесь понимать должен каждый, что с чем вы сталкиваетесь. Если вы, допустим, у вас авто какое-то, слесарное, да, дело, загоняете вы машину. Вот если бы у меня был такой человек, допустим, работник, да, вывод, загоняет машину вам. Вам нужно так его принять, этого клиента? Так хорошо? Улыбаться ему, принести ему кофе, чай, чтобы он еще раз к вам приехал. Тогда будет и начальник верующий доволен. И тогда будет дело идти. Тогда будут и деньги зарабатывать. И у вас тогда все будет хорошо. Это получается единственное, где у вас соприкосновение с неверующим идет. Но здесь вот, помните, в 1 Тимофея 4.12. Но будь образцом для верных в слове, в житие. То есть, если у вас верные вокруг, все верующие, ну и будь образец. Будь ты добрым, хорошим и верным в работе. Не быть любопытным, хочу отметить. Не быть любопытным. Это очень у верующих развито. Если начинаешь работать, его начинают считать, думать так. И вот один брат задает другому брату вопрос. Значит, у брата верующего у него своя фирма, и он устроил его. Этот брат очень шустрый, хороший, работник отличный. Много нашел новых клиентов, такой работник отличный. Но проходит какое-то время, и он говорит, слушай, а вот почему мы с тобой сидим в одном кабинете, в одно время приходим, уходим, почему у тебя зарплата такая, а у меня такая? работник, уму говорит. Понимаете, вот это любопытство, она просто вот, наша простота, она ни в какие рамки не ставится. И он просто потом не смог там работать, этот человек. Просто не смог работать. Брат его потом, по-моему, рассчитал, уволил. Когда человек начинает считать другие деньги, чужие деньги, он же, допустим, устроился в фирму, он же не думает, что этот брат, директор, он же ее основал, у него вложен туда капитал, он сколько лет уже работал, раскрутил всю эту работу. Брат пришел, и он думает, что он сейчас будет получать, как и он, вместе. Но мы же одно же время сидим, одно время работаем. Нужно понимать, если вы пришли, вы пришли на условиях вот этого брата, который он вам предложил. И старайтесь понравиться ему и трудиться для него хорошо в этой работе. Уважать директора. Ну, мы почитали, да? Почитать о нем. Не только его, его жену и детей нормально относиться к подобному и не выносить то, что делается в фирме. Это очень развито. То есть, если вы взяли человека верующего и думаешь, вот теперь вся будет церковь знать, чем ты занимаешься. Это не греховное смысле, но вот это лишняя информация, которая на пользу не принесет никому. И вот об этом будут только рассуждать. Не надо так делать. Если вы устроились в фирму, ну и спокойно работаете, тихо, не надо ничего выносить. Это вам будет плюс. Из-за этого вас начальник будет уважать. И он вам зарплату поднимет. Честно, поднимет. Еще верующий очень быстро поднимает себе цену. Он чуть-чуть поработал. Слушай, у меня получается. Брат один говорит, меньше двух тысяч я на улицу не выйду. И у него семья большая, и он сидит дома зимой. Понимаете? То есть, когда рынок, допустим, стоит, но надо что-то делать, надо выходить за меньшую цену. Но человек настолько себя он позиционирует очень высоко, что он хороший специалист, он должен получать именно такие деньги, не меньше. И он сидит дома. И это ущерб и семье, и личному тебе, потому что не надо себя так высоко ставить. Уважать и любить эту организацию всю. И не выносить. Значит, еще вопрос, значит, следующий. Какую работу выбрать? Где плюсы, где минусы? Вот давайте еще немножко здесь поразмышляем. Если вы устраиваетесь в неверующую организацию, в крупную фирму, не бойтесь устраиваться, в большую, какую-то крупную фирму, и у вас получится. Вас могут заметить, вы можете хорошо зарабатывать средства. и самое главное, если вы будете добрым, верующим, христианом, через вас свет будет там проявляться. Ведь он должен везде светить. Вы просто сейчас подумаете, ну это какое-то, мы размышляем сейчас обыденное. Надо вот о высоких целях, о которых вот до этого мы размышляли. Ну да, но здесь тоже в нашей работе это очень важно. Если вы где устроитесь, во всех звеньях будет свет Божий проявляться. Вот у нас один брат тоже устроился. Он вообще расставлял эти товары в магазине. Расставлял и за этим следил. Это низкая работа. И туда редко кто пойдет расставлять товары. И она не такая простая, потому что у них график очень сложный. Он устроился и работал. Потом его заметили там, что он честный. Чуть-чуть подняли его. И он стал товароведом. Знаете, да, он уже заказывает. Того товара нету. Еще это добавить, это добавить, это добавить. И он за этим следит. Потом постепенно его подняли до заведующего магазина. И он потом был директором магазина. И потом я, оказывается, узнаю, он на тремя. Сейчас у него девять магазинов. Недавно у него был. На девятью магазинов. Я говорю, как ты их контролируешь? Я раз в неделю должен объехать. И я прихожу, я сразу вижу, какое, где что плохо лежит. Где что не поставлено. Здесь вот это неправильно, здесь вот это неправильно. Почему? Потому что всегда работа начинается с самого низкого. Ты должен знать все звенья. Где, как, вот это, без этого не получится, перебрыгнуть не получится. Все надо постепенно делать, потихоньку. И он сейчас, ну, уже работает. И причем он верующий. И все это знают, и ему доверяют. Когда на такое поднимается человек, на такое звено, это вдвойне ценно. В плане того, что он христианин. И он знает, что он не ворует. Что ему можно довериться. Это очень ценный человек будет. И вы будете очень ценный человек на работе в таком случае. Да благословит вас в этом Господь. Еще, допустим, в неверующей организации у вас проще отказаться. Ну, допустим, вам добавляют часы работать, или вас добавляют какую-то лишнюю работу делать. У вас строго прописаны ваши обязанности, и вам проще апеллировать эти. Мне же это не входит в мои обязанности. Все. Вы можете это не делать, но если сверх, да, что-то сильно. Напротив, если вы устроились в верующую организацию, морально легче работать. Хозяин верующий, морально легче работать. Ну, в плане отпрашиваться, еще что-то. Но карьерного роста вы там сильно не добьетесь, потому что они организации все маленькие. В основном он директор, и чуть-чуть у него есть, ну, его круг, да. Ну, выше директора вы не прыгнете, вы так и будете работать. Может быть, вам чуть-чуть поднимет зарплату. Это как бы хорошо. Но, понимаете, сам факт, то, что работать легко, без напряжения, это плюс большой. Еще, допустим, что если вы устроитесь в верующему, что плохо, да, вы можете на нем много работать. Большие часы, чем вы договорились. Потому что он может попросить, слушай, сделай, пожалуйста, то-то, захвати там еще в магазине и купи то-то-то. Да, допустим, вы едете, и вы должны ехать покупать то, что не по вашей работе. И вы должны это делать, потому что, ну, брат попросил, как, я же не могу отказать. Мне неудобно отказать начальнику, понимаете. И вы будете это делать, исполнять, не задумываясь, что это, в принципе, работа-то не моя. Она, но я ему помогаю. Он это не посчитает. Он не посчитает. Вы будете получать за то, что вы отработали. Вот это минус в христианской. Потому что и начальник, он не имеет, каждый раз, каждый раз все это просчитать. Как однажды у меня так получилось. Один у меня менеджер, я говорю, уберите офис там. Там было окно помыть. Знаете, сестра говорит, ну, наймем мы техничку, да помоем окно. Я думаю, ну, неужели окно помыть трудно, да? Действительно. Ну что, трудно помыть огне сестре. В рабочее время можно было взять и помыть. А потом думаю, а почему она должна мыть? У нее же другие обязанности. И не надо ее в этом осуждать. Она делает совсем другую работу. И это, в принципе, правильно по трудоговору. И, в общем, убрали мы с нее эту обязанность, наняли техничку, и она помыла окна. Решили вопрос. Вот такие всякие моменты. ну, просто больше всего обижает то, что мы друг друга как бы не то, что принижаем, но плохо относимся друг к другу. Что-то мы не исполняем. Допустим, вот строил я дом, да? Строю дом. Прораб у меня верующий. Вот он приходит и вместе с женой, ну, я всех их знаю, мои, верующие наши, стоят, значит, они, вот мы залили ноль, стоит на ноль, и вот мы разрезали, нарезали комнаты, знаете, комнаты. Вот он мне смотрит, говорит, вот что это за комната? Вот посмотрите, что ты туда поставишь? Тут жена его стоит, работники нерусские, их так, порядка 12 человек, и они все слушают в рот ему, он же у них главный, прораб. И я, я, конечно, согинаюсь, смиряюсь, я говорю, ну вот заходишь сюда, вот здесь поставишь, вот это вот, вот здесь вот это, вот здесь шкаф войдет, вот здесь вот это войдет, пошло же? Ну, вошло. Ладно, следующий этап, он, где-то провода какие-то надо было, я ему звоню, перенесите туда, вот это, надо вот сделать. И он мне говорит, я приезжаю, он говорит, что ты опять там выдумал? Значит, я строю дом себе, и он мне говорит, что ты там опять выдумал? Я же решил вот так. Знаете, вот что, что делать? Опять среди нации, я говорю, я тебя уволю и не вспомню. Он у меня посмотрел, глаза такие, а почему ты так с тобой разговариваешь? Я говорю, а как ты разговариваешь? И мы пошли с ним и выяснили. Я говорю, почему ты с женой пришел и меня, меня унижаешь? Вот это надо понять, что если вы верующий брат, вы относитесь, как будто он выше, выше, выше начальник. Это будет вам благо только, только благо будет. И желательно имя отчество называть. Но это я не к себе, я просто говорю, вам поможет это в жизни. И мы выясним с ним. Потом через день звонит, попросил прощения, мы опять встретились, помолились с ним вместе. Мы сейчас друзья хорошие, поверьте. И это им помогло в жизни. Я говорю, тебе поможет в жизни. Как ты можешь общаться с клиентами? Вот представь, если будет неверующий, ты же никогда ему так не скажешь. Тебя сразу с работы рассчитают. Сразу. Без всяких разговоров даже. Мы не сможем. А верующему мы позволяем так высказаться. У верующего мы можем уйти с работы смело, или не сказать ему, что мы не вышли, или просто опоздать. И не берем в себе во внимание ничего. Даже если у нас верующий бригадир, ну и что он поймет? Он верующий. Не относитесь так хладнокровно. Относитесь с уважением. И трудитесь. И да благословит в этом Господь. И если вот так вот размышлять, где лучше работать, помолитесь Богу, и Господь вам откроет. Потому что разные люди. Кто-то более темпераментный, кто-то может там работать, а кто-то более скромный. Он не сможет сильно общаться. Ему может и в верующей среде, он будет хорошим работником, трудиться. И Господь вам положит на сердце. Потому что мы сейчас живем как бы в это нелегкое время. Все есть и верующие работодатели, и неверующие. И во всем нужно нам, прежде всего, нам быть светом, как вы прочитали. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели в вас добрые дела. И чтобы мы оказывали добрые дела. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok